Я хочу представить доклад Павла Соколова о представлениях виртуальной группы КОС и инвариантах виртуальных углов. Здравствуйте. Хочу поблагодарить, что позволили мне здесь выступить. Также хочу поблагодарить, что все-таки договорились о том, что мой доклад нужно переставить, потому что я по применению укладываюсь. И да, мой доклад будет про представление группы виртуальных КОС и построение с помощью этого представления инвариантов виртуальных узлов. Давайте на третий раз уже все повторим, что виртуальный узел мы будем понимать под диаграммой. Диаграмма — это четыреххвалентный граф, в котором указаны перекрестки, положительные, отрицательные, а также виртуальные. Эти диаграммы будем рассматривать с точностью до движения рейдинг-мейстера, классических, виртуальных и одного смешанного. Давайте посмотрим, как они выглядят еще раз. Вот три классических, вот три виртуальных и одно смешанное. Значит, с теорией узлов понятное дело очень тесно связана теория КОС. И виртуальной группой КОС мы будем обозначать вот такую вот группу, которая порождается элементами сигма-1 и так далее, сигма-1, дальше идут виртуальные порождающие ро-1 и так далее, ро-1 и порождающими соотношениями. Первая пачка соотношений сигма-ИТа, сигма-ЖИТа, равно сигма-ЖИТа, сигма-ИТа и так далее. Это они называются дальней коммутативностью, а вторая, вторая тройка соотношений называется КОСовскими соотношениями. Ну, там, классическими. Первое классическое КОСовское соотношение, второе виртуальное КОСовское соотношение и третье смешанное КОСовское соотношение. Вот, собственно, на прошлом слайде был какой-то сухой алгебрический пример, а вот тут пример вполне-таки себе осязаемый геометрический, как эта КОСа выглядит, собственно, с геометрической точки зрения. Ну, понятное дело, что я уже сказал, что теория КОС и узлов, она тесно связана, и в частности, она связана теоремами Александера и Маркова. У нас есть аналоги теоремы Александера и теоремы Маркова для виртуального случая. Вот как они звучат. Каждый виртуальный узел может быть представлен как замыкание некоторой виртуальной КОСы, это виртуальный аналог теоремы Александера. Виртуальный аналог теоремы Маркова звучит так, что замыкание двух виртуальных КОС дают эквивалентные зацепления, в частности, узлы тогда и только тогда, когда вторую КОСу мы можем получить и с первой применением классических виртуальных движений Маркова. Я их выписывать тут не стал, потому что для моего доклада это не сильно важно, а их там достаточно много. Ну, я говорил слова замыкания КОСы. Собственно, вот как оно выглядит. То есть это мы должны нижние точки КОСы соединить с верхними точками КОСы, так, чтобы у нас не получалось новой заузданности. Показать гораздо проще, чем выдвинуть формальное определение. Ну, вещь, которая тут уже звучала, я повторю еще раз, это квандул. Это известный вариант узла, который в классическом случае практически полностью решает проблему эквивалентности двух узлов. Он был независимо введен Сергеем Матвеевым и Дэвидом Джойсом в 82-м году. И что такое квандул? Это не пустое множество Q с одной бинарной алгебрической операцией звездочка. Такое, что, опять-таки, каждый элемент импатентен. Для любых двух элементов существует третий. Такое, что при умножении справа мы можем получить изначальный. И также есть аксиома самодистрибутивности. Сделаю замечание, которым я буду пользоваться на протяжении всего доклада. Это то, что вторая аксиома эквивалентна тому, что у нас есть деление справа. То есть мы из этого уравнения можем выразить х. В 2010, по-моему, году японский математик Ито представил, значит, конструкцию квандул с отмеченной точкой. Что это такое? Это просто упорядоченная пара из квандула и какого-то его элемента. И более того, с помощью такой штуки он построил инвариант классического узла, который, как оказалось, обобщает фундаментальный квандул узла, про который сегодня Тимур Насабулов рассказывал. То, что мы каждой дуге сопоставляем элемент квандула, потом делаем соотношение. И таким образом у нас получается какой-то квандул. Вот тут был подход немножечко другой. Мы каждой дуге сопоставляли не элемент квандула, а целый квандул. Потом мы эти квандулы сшивали, и у нас получался какой-то инвариант. В своей работе я обобщил этот подход на случай виртуальных узлов, и давайте посмотрим, что получилось. Ну, значит, такое утверждение. Пусть у нас будет квандул с отмеченной точкой QH. Рассмотрим, значит, новый квандул, который является n-то свободной степенью изначального квандула и еще раз свободно умноженный на тривиальный одноэлементный квандул. Рассмотрим над всей этой конструкцией набор операторов. fs1, fs2 и так далее, sn-1. Эти операторы будут отвечать за классическую часть. И набор операторов v1, v2, vn-1. Эти операторы у нас будут отвечать за виртуальную часть. На самом-то деле это не просто операторы, это автоморфизмы вот этого квандула, который является свободной на той степени зафиксированного квандула и еще раз свободно умноженного на тривиальный одноэлементный квандул. И устроены они следующим образом. По большому счету, это некоторое обобщение представления Артина. Ну, если мы звездочку будем рассматривать как сопряжение, то это вот прямо оно и есть. Что значит индексы под маленькими буквами? Это номер копии, в который входит этот элемент. И, значит, оказывается, что такое отображение, которое построено из группы виртуальных коз в группу автоморфизмов вот всей этой конструкции, я тут не дописал Т1, определенное по правилу, что мы классическому порождающему сопоставляем с этой, а виртуальному порождающему мы поставляем в этой, это представление группы виртуальных коз. Ну, в моей работе я немножечко исследовал это представление, чтобы понять вообще, с чем я имею дело. Ну, и первое утверждение, оно такое, достаточно вступительное. Это представление, которое было на предыдущем слайде, оно обобщает представление Артина и так называемые представления ВАДы, первого типа и второго. Дальше идет утверждение о точности φ. Ну, и оказывается, что φ точно на классической части, ну, понятно, раз оно обобщает представление Артина, оно точно на виртуальной части. И такой печальный результат, что оно не точно на группе КОС, на виртуальной группе КОС при более чем четырех нитях. Ну, собственно, а зачем все это? А затем, что по этому представлению φ можно построить инвариант узла. То есть, если мы возьмем опять-таки квандл с отмеченной точкой, опять рассмотрим его свободную n-ту степень, свободно умноженную на тривиальный одноэлементный квандл, а также возьмем узел, который является замыканием некоторой КОС-бета, то вот вся вот эта конструкция со свободным произведением, в которую мы добавили соотношение, порожденное нашим представлением, она, оказывается, будет являться инвариантом виртуального узла. Это, значит, на предыдущем слайде был подход построения инварианта виртуального узла по его КОСе, который дает его замыкание. Есть также альтернативный подход построения инварианта узла по его диаграмме. Но для того, чтобы к нему мне подойти, мне понадобится ввести еще несколько определений. И первое определение будет о том, что такое у нас большая арка на диаграмме узла D. Большая арка, большая дуга, извините. Большая дуга — это компонента связанности, которая начинается с перекрестка под другой компонентой связанности, либо с виртуального перекрестка и заканчивается тоже либо в виртуальном перекрестке, либо в классическом перекрестке под другой компонентой связанности. Ну и большая дуга, она, понятное дело, разбивается на маленькие дуги. Маленькая дуга — это компонент связанности, которая начинается в любом перекрестке, заканчивается в другом перекрестке. И множество всех больших дуг мы будем обозначать AD, маленьких дуг S от AD, а маленькие дуги, из которых состоит большая дуга A, будем обозначать как SA в скобочках A. Теперь мне нужно ввести соотношение на перекрестках. В данном случае это сделать не так-то уж и просто. Для начала мне нужно придумать какую-то функцию сопоставления, которая будет сопоставлять дугом нашего узла элементы квангла. Но оно тут задается индуктивно, что если мы в начальную маленькую дугу какой-то большой дуги хотим сопоставить элемент, то мы его сопоставляем, в общем-то, без каких-либо изменений. А если мы начинаем проходить через какие-то перекрестки, то мы этот элемент начинаем подкручивать как раз-таки выделенным элементом, который мы указали, собственно, как выделенную точку в нашем квангле. Вот за этим-то все это и было нужно. Теперь мы что сделали? У нас есть представление, у нас есть сопоставление элементов квангла дугом нашего виртуального узла. Теперь мы готовы выписать соотношение на перекрестках этого узла. Ну, понятно, если мы возьмем перекресток, то у нас есть три возможных варианта. Он либо классический положительный, классический отрицательный или виртуальный. И каждому элементу квангла q и каждому перекрестку мы сопоставим соотношение, которое будем называть r от x и q. Выглядеть оно будет вот так вот. То есть если у нас перекресток положительный, классический, то мы подкручиваем в одну сторону, если он отрицательный, то в другую. А если он виртуальный, то мы его подкручиваем y. Как раз-таки вот тут нам и понадобилось то, что у нас в изначальной конструкции свободная НТ-степень умножается на тривиальный одноэлементный квангл, потому что y тут — это элемент тривиального одноэлементного квангла. Вот. Ну и таким образом оказывается, что построенный квангл следующим образом, что мы берем множество всех больших дуг нашего диаграммы нашего узла и обозначаем их как порождающие и добавляем туда соотношение на перекрестках, то это получается инвариант виртуального узла. И это, собственно, имеет некое практическое применение. Например, предыдущим подходом косовским было бы тяжело это доказать, но с помощью диаграмматического подхода, подхода по диаграмме, вот это утверждение доказать легко. Так, например, этот инвариант, построенный по диаграмме узла, отличает узел Кишина от нетривиального. В чем тут соль? Соль тут в том, что узел Кишина, он образован связанной суммой двух тривиальных узлов. Такая ситуация в классическом случае невозможна, что связанная сумма двух тривиальных узлов дает какой-то нетривиальный. А вот в виртуальном случае, пожалуйста, мы взяли два типа трилистника, которые на самом деле тривиальные узлы, разрезали, их связали и получили какой-то нетривиальный узел. Ну вот, мой инвариант позволяет доказать, что такая штука у нас нетривиальная. На этом у меня все. Спасибо за внимание, я готов отвечать на ваши вопросы. Давайте поблагодарим докладчикам. Пожалуйста, вопросы, комментарии. По последнему слайду у вас, получается, для Кишины какой-то значением инварианта является какой-то квандал. Да. Но его же надо доказывать, что он нетривиальный. Или это очевидно? Это не совсем очевидно, там просто мне на одной из презентаций рекомендовали особо выкладок не писать. Поэтому давайте сейчас быстро скажу, что у тривиального узла значение инварианта – это тривиальный одноэлемент на свободу умноженный на другой тривиальный одноэлемент. А значение инварианта на узле Кишина, если мы вместо изначального квандала поставим тривиальный одноэлементный, будет не тот же самый квандал. Это я проверял, подействовав функтором из категории квандалов в категорию групп. То есть я оба этих квандала, которые получились на Кишину и на тривиальном, заслал в группу, и они получились неизоморфными. А там группа конечная или бесконечная? Они получились обе бесконечные. В первом случае получилась свободная двухпорожденная, в тривиальном случае свободная двухпорожденная, ну что я не мудрю, а во втором случае она получилась нелепатентная. Спасибо. Можете, пожалуйста, показать свое представление? Минутку. Чуть прояснить. Аж иты — это отмеченные элементы, правильно? Это, да, это отмеченные элементы, но которые лежат в итой копии квандла-ку. А куи-то это что? Это какие-то порождающие квандла-ку? Куиты — это элементы из ку, которые лежат в итой копии квандла-ку. То есть у вас есть квандл-ку, у него есть какой-то набор элементов. Я понял. На всех элементах одинаково действует оно. И повторить вопрос? Я понял. Ладно, это уже вопрос. Я понял, снял. На следующий слайд можете тогда, пожалуйста, еще? Да, конечно. Вот вы говорите, что представление не является точным для N больше либо равно 4. Вы нашли конкретный элемент в ядре? Да. И он нетривиальный. Он большой какой-то или? Да, там он, по-моему, из 12 порождающих состоит. Там комбинация из 12 порождающих. Я понял, он явный. Спасибо. Да. Есть ли еще вопросы? Если нет, давайте поблагодарим докладчика.